всем здравствуйте моим замечательным подписчикам а главное моим подписчицам друзья сегодня специально для вас я хотела снять красивые цветы на нашем острове которых в общем-то много как вы знаете но вот к сожалению как-то даже на нашем замечательном острове мало цветов потому что холодно друзья холодно сегодня плюс 5 и уже так долго длится вот эта вся холодная погода поэтому мне пришлось просто сходить в очередной супермаркет в наш садовый центр ну и без цветов все равно не обойдемся в этот день но так как я побывала в садовом центре именно сегодня я хочу показать вам то что давно у меня просили какие здесь цветочки у нас в какой цене продаются ну и конечно же не только это друзья у меня как обычно для вас несколько тем моем сегодняшнем видео хотела вам какие-то красивые к 8 марта цветы показать а их здесь и нет ну вот даже камелия это не такая уж и пышная и вот еще одна камелия друзья вот из-за того что такой холод здесь у нас опять плюс 5 а сегодня 7 марта вот и цветы конечно тоже не растут а вот она это чудесная мимоза смотрите вот который я вам ее поближе покажу вот продается деревца мимозы смотрите чудесная вот видите сколько стоит сейчас посмотрю и стоит она 2950 такой маленький кустик ну практически 30 фунтов вот еще я вижу деревца мимозы немножко другое на картинках тут у них все красиво и стоит оно 35 фунтов экзотические гиацинты разных цветов 275 розовые синие и даже желтые вот какие-то смотрите типа колокольчиков вот так вот выглядят смотрите видите и написано мускари мускари эрлибет ранняя пташка здесь они тоже разных цветов вот еще белые даже не знаю друзья может быть это обычные колокольчики имеется ввиду blue bells тюльпаны написано экзотические махровые тюльпаны белые стоят 950 а вот такие плетущиеся цветочки белые еще они бывают и вот эти называется жених и невеста это жениха белая невеста она так буйно цветет я всегда хотела себе развести 3 95 стоит вот но она у меня почему-то никогда не вырастала нормально вот сейчас я разговаривала с англичанками местными здесь они мне сказали что это даже хорошо что вот так вот у нас холодно это даже хорошо что холодный февраль потому что скорее всего тогда будет теплое лето но даже не теплое может быть а жаркое лето будет ну вот предпочитают все таки резко континентальный климат ну а то что холодно сегодня у нас это видно даже по одежде людей которые здесь гуляют на набережной здесь конечно классно и виды шикарные видите я не перестаю вам их показывать очень красиво я знаю что у меня многие любят англию мои зрители предпочитают слушать и смотреть мои видео о ней и я еще много раз буду показывать вам и рассказывать об англии ее жителях но вот сегодня так как у нас все-таки праздник 8 марта я хочу вас порадовать еще одним сюжетом ведь если современные технологии дают нам такую возможность переноситься буквально на тысячи километров одномоментно в другое место и в другую страну почему бы нам с вами этим и не воспользоваться поэтому друзья еще один сюжет для вас не менее интересный это я снимала буквально в последний день перед отъездом уже в англию это паттайя таиланд ночь и рестораны вокруг давайте посмотрим друзья вот еще один ресторанчик я иду по пятой сойке и здесь в основном у нас ужинают и отдыхают иностранцы конечно же какой-то футбол как обычно для болельщиков иностранных пить пиво смотреть футбол и тайги под боком и дальше я иду в сторону моря и здесь у нас будут сплошные ресторанчики я сказала уже вам по моему что 10 часов у нас ночь или как сказать поздний вечер ну вот видите все обедают без проблем очень много людей любителей вечером очень поздно поужинать и на той стороне тоже вот такой вот пивной салон суда с видом на проходящих мимо расположена специальное место вот еще ресторанчик но то есть ресторанчики тайские здесь вечером повсюду а я вышла так поздно потому что хочу сделать напоследок тайский массаж массаж ног завтра еще сделаю ойл массаж себе вечером и людей и машин намного больше чем можно видеть днем и конечно же макашницы эти вот они по-тайски называются макашницы вот такие передвижные которых дешево можно пообедать как красиво придумали вот такой вот панно или как сказать цветок обратите внимание какой популярный здесь салон все занято но хочу сказать что я здесь делала дважды массаж и массаж ног и массаж тайский и не тот не тот мне не сделали как положено цены как везде а еще обратите внимание обычно люди конечно же обращают внимание сколько здесь снята обуви это значит что там столько людей столько клиентов у них и по количеству обуви возле массажного салона можно судить насколько он популярен вот давайте вам еще один покажу посмотрите сколько здесь обуви огромное количество так вот вы знаете как ни странно тайцы иногда лукавят и они просто выставляют и свои какие-то шлепки и шлепки которые может быть уже никто их не использует в общем вот такие вот знаете никому не нужные шлепки выставляют специально чтобы создать чтобы создать видимость огромного количества людей у массажного салона и моя одна знакомая к этому была очень удивлена что вот так вот ставят специально непонятно чьи тапки чтобы привлечь количество клиентов и потом у нее даже была такая присказка она говорит а мы с тобой опять тапками работаем и вот вы знаете шутки шутками конечно но на самом деле не хочется работать тапками то есть обеспечивать количество и большинство странных сомнительных местах у меня сегодня для вас еще и третья страна вьетнам я хочу показать вам то что меня саму удивила и поразило смотрите помните раньше это называлось по моему рикши когда катали вот так вот туристов а здесь запросто можно покататься и и а и 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